Итак, всем привет. Спасибо, что присоединились. Сегодня будет очень интересный эфир. Я сначала хочу вам немножечко рассказать о плане нашего эфира, что и как будет происходить сегодня. Мы с вами затеяли безумно интересный интенсив, посвященный цветам, легкости, теплу, ожиданию лето. Я хотела, чтобы каждый из вас попробовала написать работу полную легкости, полную прозрачности. И я надеюсь, что многие из вас попробовали это сделать. Кстати, если вы сделали работу и ее прислали на проверку, напишите мне, пожалуйста, в чате, напишите мне «я-я-я», чтобы я знала, что вы здесь, тех, кого я буду сегодня проверять и на работах, на чьих работах мы посмотрим, поучимся, поразбираем и поанализируем. Наверное, все вы знаете, что я преподаю живопись и рисунок уже, ой, мамочки, много лет. О, ты здесь, привет. Может быть, о, Лариса, здорово, привет. Я вижу, работы на самом деле очень интересные. Удалось ли вам зайти в чат и посмотреть на работы других участниц? Это всегда очень интересно. Ведь, казалось бы, одинаковые референсы, но абсолютно разные работы. И ни одной акварели нету повторяющихся. Я бы хотела, конечно же, начать с того, чтобы рассказать вам о том, что я хочу, чтобы вы услышали, увидели и поняли сегодня. О том, что рисовать на самом деле может каждая из нас. Если мы сами себя не загоняем в какие-то рамки, не ставим какие-то себе установки, у меня не получится. Получится по-другому, получится по-своему, но обязательно получится. И если, как я называю, эту мышцу прокачивать, рисовальную и живописную, то через какое-то время вы начнетесь и видеть мир пятнами, и воспринимать образы живыми линиями, и рука начнется послушно выполнять и рисовать, и делать то, что видит ваш глаз, то, как вы воспринимаете образ, переносить на бумагу. И, конечно же, сегодня, в конце, после разбора, я расскажу вам про свой курс «Цветочный роман». Это очень красивый курс, который, может быть, кто-то из вас проходил, а может быть, кто-то слышал о нем. Он проходит только у нас летом. Он посвящен вот именно этим легким акварелям. И если вы досидите до конца этого эфира, то вы получите самую интересную информацию, во-первых, об этом курсе, во-вторых, специальные предложения, всякие бонусы и плюшечки. Поэтому есть смысл досидеть. Я не буду вас сильно долго задерживать, но если у вас появятся вопросы, я, конечно же, посижу и поотвечаю на все-все-все, что может в этот раз, в этот эфир у вас возникнуть. Были ли у вас какие-то сложности с выполнением этого задания? Мне показалось, что я выбрала довольно интересные референсы и те, с которых бы было легко начать буквально каждый из нас. Цветы не самые сложные, хотя мы в этот референс вместили разные по структуре цветы, те, которые растут такими крупными соцветиями, да, и одиночные цветы. И даже впустили с вами прекрасную улитку, которая добавила пластики и интереса в нашу работу. Именно этим я всегда и занимаюсь на всех своих курсах. Я учу вас, как не бояться комбинировать и как составлять эти композиции из таких разных референсов. Не перерисовывать фотографии, не перерисовывать работы другого художника, а брать, вдохновляться и составлять собственным. Итак, давайте попробуем переключиться на работы и рассмотреть их все. Сейчас, секунду, я поделюсь с вами экраном. Именно поэтому мы сегодня делаем это в зуме, чтобы у нас не было никаких ограничений, и вы могли увидеть все-все работы. Итак, вот он наш чат, и вот они первые работы. Давайте откроем Аллену работу. Аллочка молодец, она рисовала даже со мной в прямом эфире. Очень здорово. И подписала цветы. Как это замечательно. Посмотрите, какой подход Алла нашла. Пятновой, быстрый, для зарисовки. Единственный момент в этой работе, на который я хочу, чтобы вы все обратили внимание, это точка схода всех листьев. Вот все листочки в этой работе сходятся практически в одну точку. И хотя Алла очень-очень здорово придумала, что она по тональности их разобьет. Они не все темно-зеленые, эти листья, но пятна и затекания получились совершенно замечательные. Если потренироваться и привыкнуть к бумаге, на которой вы рисуете, то будет еще более понятно, как создавать эти затеки и перетекания пятен. Но вообще очень здорово, нежно и трогательно получилось всего в две заливки создать такую прекрасную акварель, легкую и воздушную. И, конечно, это не какая-то сложная законченная работа, но это красивый эскиз для того, чтобы понять, что я буду делать дальше. Хочу перенести это в больший формат. А может быть Алла решит что-то делать из этого, не знаю, перевести это в вышивку или попробовать сделать с этим что-то более детально, проработать детальки на улитке. Кстати, улитка у нее ползет просто очень здорово по листу. Она нашла такую позицию, когда улитка прямо перетекает, течет по листу очень-очень красиво и динамично. Так, сейчас будем листать. Секунду. Вот она немножечко доделала эту работу, и очень здорово, что в два тона всего решена работа. Смотрите, Танина работа, она смотрела, а рисовала в другой день при дневном свете. Рисую в такой технике первый раз, и мне показалось, она очень-очень сложная. На самом деле, эта скетчевая техника намного проще, чем реализм. Это зарисовка, это такой, знаете, намек на пятна. Вот смотрите, что здорово получил у Тани создать вот эти такие соцветия этих мускариков, ввести в них в этот зеленый цвет, да, в эти голубые соцветия. Но зато Таня решила все цветы сделать розовыми. Не играть сильно, не уводить в оранжевые, а сделать вот их в такой розовый. Получилось три розовых цветка. Они по композиции образуют треугольник. Кстати, если вы посмотрите, то Танина композиция стремится стать открытой. То есть цветы выводят взгляд зрителя за пределы листа. Все, что заводит его внутрь, делает композицию открытой. Но поскольку Таня направила верхний бутон, который справа, да, почти в угол листа, а это мы стараемся немножечко это всегда смещать. И немножко динамичнее Танюш можно обращаться с этими стебельками. Вот на самом деле, каждый раз рисуя стебли, мы думаем о том, чтобы они не создавали, например, всех параллелей. Вот классный пример следующий. Давайте посмотрим Светланину работу. Посмотрите, в какой цветовой гамме Света решила эту зарисовку. По-моему, очень интересно. Очень много красивых теплых оттенков. Розовый, который стремится к прекрасному, оранжевому, да, и какие мускарики. Какие красивые и элегантные получились у них стебельки. Каждое направление задает динамику. И смотрите, как здорово Света поиграла вот с этими стеблями всех растений. Закрутила маленькими бутончиками к центру работы, да, завела как бы все, что есть в композиции, ведет взгляд зрителя внутрь, в центр листа. Ведь художник – это человек, который управляет, направляет зрителем, взглядом зрителя. Вот очень интересная и динамичная Юлина работа. Она очень смело поступила здесь. Мне даже нравится, Юль, как ты здорово ввела какие-то линии. Это как будто воздух и брызги. Это все вводит движение. И за счет этого твоя работа смотрится мега динамично. В ней столько движения. Посмотрите, и листья, и стебли, и улитка, и направление цветов все задает, все кричит о движении, о ветерке летнем. Но решение цветов розовых, опять-таки, выбрала в одной гамме. Как будто вот было две краски, и в ней осталось. Можно было чуть-чуть уйти в более теплые, где-то оранжевые или даже, знаешь, персиковые такие оттенки, которые бы вот задали тепла. И вот тот красивый, нежный такой охристо-желтый, который ты ввела в улитку, его тоже можно где-то было в цветах тронуть, чтобы он вот был, она не одинокая, да? Хотя здорово, что ты вот брызги где-то этот желтый ввела. Мы всегда думаем о том, чтобы цвет где-то поддержать, где-то его с ним, да, с ним вот пофлиртовать, не оставлять его одиночку. И смотрите, как здорово Юля взяла и смягчила все края вот у мускайков, например. Видите, не жесткий край, а довольно мягкий, почти как из облаков созданный. То есть наш глаз с вами видит этот объект, но здесь не прорисована каждая бусинка. И это замечательно. Вот еще одни воздушные. Катя на работе, совершенно замечательная. Такое у меня сначала было ощущение, что ты писала это по мокрой бумаге. Потом только рассмотрев, я увидела, что нет, это ты так обращалась с кисточкой. Но смотри, здорово, как в светлых пятнах голубого есть столько нежности перетекания и даже игры тепло-холодного. Как ты смело вела туда где-то желтоватые оттенки в этот голубой, а где-то бирюза. Очень красиво засветилась работа. И шмель, он немножко, конечно, у нас в пике вошел. Когда мы рисуем шмелика летящего, мы все-таки думаем о направлении, думаем, куда... Потому что он направляет взгляд своим полетом, полет нашего шмеля ровно внутрь, внутрь, к центру композиции. Думайте вот о таких моментах тоже. Если мы сажаем насекомое, куда оно направит взгляд зрителя, который созерцает вашу работу. Здесь у меня единственное, к чему бы хотелось немножечко придраться, Кать, это к толщине вот этих стеблей. Немножко грубовато решила. Причем у нижних цветов нормально, вот внизу у листьев совершенно нормально это смотрится. Но вот кверху хотелось бы, чтобы эта линия была более уверена. Знаешь, почему случаются такие стебельки? Когда мы в несколько приемов, как я называю, это волосатая линия, да, волосатая линия. И поэтому вы так в несколько приемов это привносите. Сейчас, секундочку, я хочу сделать одну штуку. Секунду. Я хочу сделать одну штуку, секундочку. Все нормально. Окей, поехали дальше. Поехали дальше и посмотрим еще несколько работ. Очень интересных, правда? Вот Танюшина работа. Я знаю, что многие из вас старались успеть к этому дню. Смотрите, вот здесь у Тани появились и персиковые оттенки, и холодные розовые, и сине-фиолетовые. И она вела вот этот блик розового в мускарике. Очень классно, да? Немножко падающая с листа улитка получилась, но это тоже придает некого движения. Она такая сползает на этот лист. Конечно, здесь явно пока существует сильная, вот посмотрите, ошибка одна, которую, наверное, вы тоже заметите. Стебель растения, который у нас самый главный, большой цветок. Смотрите, он прерывается лепестками, и все, и дальше мы его не видим за ними. Все-таки он где-то должен промелькнуть, он не может так обрезаться лепестками. Да, Танюш? Возьми, пожалуйста, еще раз, намешай немножко зеленого, и туда его продли, пожалуйста, чуть-чуть, чтобы он шел к центру цветка. Не может обрезаться стебель листьями, где-то он просветится, да? Какой-то там дырочки мы глазом ухватим, и мы сами, как зрители с вами, сможем дорисовать этот. Он должен просто мелькнуть тонкой-тонкой намеком линии. Вот, здесь еще, конечно, мне бы хотелось, чтобы прям хочется взять затаненную кисточку и показать, как смешивать эти красивые зеленые. Как раз вот на цветочном романе там будет очень много работы с зеленым, потому что без зелени никуда, да, в растениях ничего не нарисуешь без зеленого цвета. И, к сожалению, зеленым цветом все боятся пользоваться, боятся его смешивать, боятся его самостоятельно создавать. Ларочка написала очень трогательную работу по композиции, по пятнам, по ритмам. Все красиво, немножко с зеленью тоже та же вот есть робость еще, но не оправдываясь. Все, что получилось, очень здорово получилось для первого раза. Будем обращать внимание в следующий раз на ритмы теней. Теней – это те же пятна, вот как они ложатся по всему цветку. Тень не может ходить, например, на мускарик, если мы смотрим, да, то надо найти, где самые темные у него пятна, где у него средние, а где масса светлого и где блики. И тогда у тебя будет больше объема в твоей работе. Она не будет такая уже очень плоская. Чтобы передать перспективу, об этом тоже, кстати, я буду много рассказывать, как создавать перспективу в работах. Как здорово, Валечка! Это совершенно необыкновенно фантазийная работа. Человек видит мир яркими красками, но не боится пятен, посмотрите. И да, может быть, мы так с вами не видим ярко-зеленым, но у человека может быть прекрасное настроение. И настолько ярко и выразительно видится желто-зеленый. Я бы тоже показала Вале, как более деликатно работать мазками зеленого так, чтобы создавать именно эти объемы. Нет ничего страшного в использовании ярких цветов. И, кстати, жалко, что не поместилась вся работа. Хотелось бы увидеть, как Валева заместила все мускарики. А вот по пятнам, по затеканиям очень смело, правда? И заполнен лист вашего эскиза. Оксанина работа. Смотрите, какая замечательная работа. Очень пластичная, очень динамичная. Единственное, немножко какой-то тяжеловатый лист получился, по которому ползет улитка. Он такой, как столбик зелененький. И смотрите на сами листья. Вот за улиткой лист по центру, который в виде такого извивающегося треугольника. Все листья имеют какую-то пластику, как они идут. И надо к ней очень внимательно относиться. Зато вот выгибающийся лист внизу и сами соцветия цветов, посмотрите, какая нежность. Вообще, Оксана, я очень довольна этой твоей работой. Она очень свободная, как будто даже без рисунка выполненная, без карандашного. Прям очень такая легкая и такая, знаешь, с намеками. Но при этом начинается чувствоваться уже фактура. Ягодки начинают где-то просвечивать. Вообще не пугайтесь светящейся бумаги, не бойтесь ее. Это действительно очень красиво, если вы делаете это. Вот, Надечка. Совершенно замечательная работа. Смотрите, насколько у человека уже есть, чувствуется какой-то свой стиль в подаче, в акварельном. Хорошо, что не потеряла прозрачность. Хорошо, что поиграла в зелень разными текстурами и фактурами. Смотрите, какие разные листья Надя нашла в этой работе. И где-то такой мраморный эффект, где-то пятна подзатекли. Вот пока вы не наиграетесь, не покайфуете от каждого пятнышка, и что вы с ним можете сделать, вот научиться попробовать. А на таких работах это замечательно просто делать, просто замечательно. Потому что нету страха испортить небольшой лист бумаги. Это еще не что-то сложное. Но зато научиться и понять, что будет делать акварель, когда вы в нее добавляете воды каплю. Или ставите более темный пигмент. Есть краски двухпигментные, однопигментные. Это вообще безумно интересная тема. Сам понравился. Спасибо большое за твой отзыв, Надь. Мне тоже приятно, что ты выполнила свою работу. Мариночкина работа совершенно в другом стиле. Вот мне очень нравится здесь подача в цветах, как цвет нашла. За зеленый буду ругать. Немножко вот этот майский зеленый, такой попугаек канареечный, желто-зеленый. Его надо уметь с ним работать. Иначе он превращается в такой, знаешь, как детский рисунок. Его нужно немножко обогащать. Тоже вот об этом буду много говорить в курсе. Поскольку там будет у нас целое задание, я вам расскажу с листьями, что, как сделать вот с этими, да, что делать. Смотрите, вот она начала работу, а потом добавила линер. Кстати, акварель относится к тем техникам, которые обожают смеси. Обожают смешиваться и с карандашом, и с линером, и с пастелью, с графитом, да с чем угодно, с углем и даже с золотом, когда мы вводим золочение. И ничего плохого нет. Единственное, когда вы вводите линию, это не значит, что линия должна обвести весь контур. Вот чтобы показать объем и усилить перспективу, то линия должна где-то исчезать. То есть сам рисунок уходить более в акварельность. Что бы я сделала вот в такой работе? Я бы ввела, конечно, линию. Она здоровая, на мускарике здесь показала эти ягодки. Но я бы где-то ее отпускала и уводила, как я говорю, в лист, чтобы она вообще исчезала. Тогда будет очень красивый эффект. Ларисина работа тоже совершенно замечательная. Посмотрите, какие интересные цветы бабочки. И улитка высунула рожки с хвостиком. У нее немножко хвостик не в ту сторону, как будто завернулся. Хочется ей хвост выпустить в другую. Но сами эти мускарики и сами эхинацея. Все это написано очень воздушно. И, кстати, здесь даже и не хочется никакого линера. Посмотрите, здесь сама по себе акварель является самодостаточной. Единственное, немножечко-немножечко запуталась со светом и тенью. Но это тоже приходит с опытом, со светом и тенью. Обязательно работаем, объясняем в каждом курсе. Посмотрите, пожалуйста, это Саша на работу. Саша училась у меня до этого. Посмотрите, какая классная зарисовка. Очень легкая, очень быстрая, очень акварельная. Тут она начала. Сашуль, допиши, пожалуйста, эту улитку. И сделай так, чтобы вот этот голубой, который на мускарике. Смотрите, как здорово сам написано соцветить этих ягодок. Вроде бы ягодки не прописаны. Вроде бы все очень символично. Немножко мне этого голубого еще где-то не хватает. И ты добавила эти соцветия внизу. Я бы чуть-чуть где-то этот цвет немножечко поддержала. А может быть, он у тебя будет в улитке. Ну, в общем, нужно подумать. Хотя нет, улитку хочется так, как она была в референсе. Там она просто великолепно дорогая улитка. И хвостик. Посмотри, куда у нее выходит хвостик. Чтобы все было даже у улитки очень анатомически верно. Но вообще Сашина зарисовка безумно красивая. Посмотрите, как здорово. В пятна введены каждый лепесток этого большого цветка эхноцея. Посмотрите. Фиолетовый перетекает практически через красный. Становится оранжевым, теплым, персиковым. Прозрачным. Он светится. Я не знаю. Но на самом деле очень нежная работа. «Саша, ты мой герой». Вот она уже написала как раз законченный. Вот посмотрите, да. Довела этого синего и сразу глазу стало хорошо. Нельзя оставлять один синий цветок. И тут уже появилась какая-то идея. И сама улитка очень мягкая, очень здоровская. Мне нравится. И как ты легко обошлась с листьями. Да. Листья Саша решил не прописывать в каждой отдельности, а написать их мягко и такими затекающими друг в друга пятнами. Не знаю. Настроение раннего утра летнего. Я не знаю, как у вас, но вот у меня вызывает это работа. Сейчас я посмотрю еще несколько работ. И мы перейдем с вами к следующей части. Смотрите. Очень красиво. Это Светланина работа. Светлана тоже училась на моих курсах. А пришла ко мне совершеннейшим новичком. Совершенно с открытыми глазами. «Даша, хочу как ты. Хочу такой акварельности». И вот они начали получаться такие работы. Опять-таки играйте, варьируйте этот розовый. Не делайте все три цветка из одной, как я называю, банки. Хотя мне нравится, что этот розовый в мускариках появился. Может, даже там чуть-чуть и в улиточке он скользнул. Но очень здорово. Но я бы все-таки чуть-чуть теплоты и такой оранжевой, теплой, персиковой нотки ввела в эхинацею, ввела верхний цветок, чтобы чуть-чуть поразнообразить по цвету. Потому что листья ты выбрала делать холодные, зеленые. И в этом нет ничего неправильного. Это здорово. Можно вообще принять решение, что все листья в работе будут решены в холодной гамме или только в теплой. Но зато ты играла здесь светотенью, свето вот этими насыщенностью зеленого. Не надо бояться. Кстати, в зеленый можно и розовый вводить. Он будет довольно красивый создавать сочетание и эффекты. То есть не бойтесь, в акварели вот как раз здесь Светлана пытается достичь вот этой вот лисировочности легких слоев. У меня здорово-здорово начало уже получаться. Вот еще работы Катины. Катя, привет! Очень здорово написаны. Очень пластично. Катя полюбовалась где-то с очленениями цветов, их стебельков. И вот этой зависшей улитки. Посмотрите, какая пластика у улиток, у рожек. Очень здорово. Мне, Катюш, нравится такое решение. Легкое, свободное. И цветок, видите, как оранжевые нотки засветят работу. Не все так решено в одном цвете, в одном тоне, в одной насыщенности. Есть за что глазу подцепляться. И, кстати, мы очень много мы учимся с вами, разглядывая работы акварельной других художников, других студентов. Потому что мы начинаем... Это, знаете, вот эта та самая насмотренность. Единственное здесь, что, знаешь, Катюш, вот у этого центрального большого цветка мускарика, стебелек, он как будто немножко подломился, да, вроде он как бы на зрителя стал смотреть, но вот как он сам приходит. Помните, я говорила, что проводите стебель от центральной линии самого соцветия, чтобы вот не потерять и не сделать его слишком изломанным, да. А так по пластике, по пятнам, по заливкам. Очень здорово. Я бы еще какой-то водянистости и наглости, знаешь, и ветра бы добавила в работу. Очень красиво, правда? Я не знаю. Напишите мне в чате. Я сейчас обязательно посмотрю, что вы мне пишете. Напишите ваши ощущения от работы. Вот Аленина работа. Алена тоже моя любимая студентка, которая со мной уже не первый курс и с каждым-каждым курсом просто завораживает, захватывает дыхание от того, насколько прогресс происходит у человека и настолько самостоятельной собственной работы. Заметили ли вы, что ни одна пока что работа не является копией другой? Невозможно в акварели сделать копию. Возможно только получить удовольствие и создать собственную работу. Смотрите. И по масштабу цветки разные. Глаз гуляет от больших деталей к маленьким. И этот шмель, который вот-вот уже приземлится на эхинации, это здоровское решение, что оно так влетает в рисунок, да? И вот-вот уже сейчас приземлится к центральному цветку, сядет в сердцевилку и будет кайфовать и собирать там свою пыльцу. Очень воздушные цветы, такие легкие и прозрачные. И при этом много динамики. Динамика задана именно листьями и вот маленькими бутончиками, которые, загибаясь и направляясь в разные части рисунка, вводят глаз зрителя по рисунку. Вы все время что-то замечаете. Вам хочется днем погулять, зарыться вот в эти цветы и вообще услышать этого шмеля. Какая здоровская, Алена, работа. Сейчас я посмотрю ваши комментарии, что вы пишете мне, если у тебя была сложность. Я сейчас в России о краске Голландии. У меня не было розовой, и я использовал гераневую красную, неполитанскую желтую и ультрамарин. Все, поняла. Вообще классно с собой себе ставить задачу с ограниченной цветовой палитрой. Совершенно согласна. Ничего страшного, иногда такие задачи надо решать. Как подключить звук? Ты меня не слышишь? У всех девочек работы очень индивидуальные. Да, Алина, я соглашусь с тобой, ни одна работа не повторяет другую. Столько жизней каждая принесла своего характера. Видно, что есть человек такой заземленный, такой, который любит все такое вот, чтобы четко было. Есть те, которые, наоборот, нравятся играть с пятнами и наблюдать за акварелью. Это тоже выражение нашего характера. Но на самом деле это все можно развивать. Это все можно тренировать. Это как мышца, которую можно натренировать, и она станет, понимаете, будет получаться все проще и проще. А сейчас я хочу вам чуть-чуть рассказать о курсе, который у нас стартует на следующей неделе. Я очень очарована акварелью. Девочки супер создали работу. Да, Оксан, акварель – это техника, в которую влюбляешься, и мне кажется, это навсегда. Если вы покорите акварель, то рисовать в любой технике вам будет намного легче. И акрил, и даже масло, потому что вы будете больше понимать про формы, про светотени, про перспективу, поработая в акварели. Вы говорили, кажется, невозможно сделать ошибку, переписать слой, ведь мы теряем прозрачность. Как раз сейчас вам про это и расскажу. Итак, давайте я вам расскажу, что я для вас придумала. Ага. И так вот, посмотрите, пожалуйста, сейчас. Сейчас, секундочку. Вот. Я придумала для вас совершенно необыкновенный цветочный курс, цветочный акварельный курс про любовь. Мы будем крутить роман с цветами. Это курс, который я уже проводила в прошлом году, летом. И, может быть, кто-то из вас его проходил. И знаю, что все, кто проходили, говорят, ну, будут ли там еще работы. Сейчас я вам расскажу, что будет в этом курсе. Итак, мы стартуем 6 июня. На курсе вы научитесь. Для кого этот курс? Курс для того, кто хочет попробовать создать собственные работы. Отвлечь свою голову, занять свои руки, продышаться, промедитировать с акварелью, где-то научиться доверять себе и, конечно, узнать много-много теории. Мы будем создавать скетчи, мы будем подбирать материалы. Мы будем работать с моей любимой композицией в круг. Мы будем работать с цветовыми выкрасками. Будет целый модуль про цвет. Сейчас я вам расскажу. Мы будем рисовать по фотореференсам. Может быть, вы захотите создать свою работу по букету, который будет у вас на столе. Будем изображать цветы, растения, не только. Там будет еще куча насекомых и даже мышонок. Я хочу вас провести этой дорогой и научить вас составлять эти фантазийные акварельные композиции самостоятельно. Потому что один, два, три раза, сделав это со мной, вы поймете принцип, и вас уже не будут пугать эти сложные работы. И вы не будете задаваться вопросом, блин, ну как она это придумала. Потому что на этом курсе я как раз этому вас и научу. Ну и, конечно, мы поучимся создавать вот эти луковички, вот эти вот всякие фактуры, текстуры. Все в пятнах, все легко и все с любовью. Посмотрите, какие работы делали девочки на прошлых потоках. И это были новички. Они пришли и говорили, боже, да мы же никогда так, у нас не получится. С чего они начали и к чему мы пришли. И когда к концу курса, посмотрите, вот на среднюю фотографию, я его очень люблю. Когда я прошу, девчонки, сложите ваши работы и просто снимите все вместе. Сколько вы всего отрисуете и отрисовали за последнее время. Это действительно потрясает. И приходят собственные идеи, и после этого курса уже никто не боится создать собственную работу. Вот видите, работа с золочением, она тоже там будет. Я вам сейчас расскажу, что будет в модулях. Золочение поталью, листовой поталью на специальный клей. Обязательно тоже расскажу вам про все материалы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить работу в такой технике. Потому что, действительно, акварель, посмотрите, какая красота. Да. Это просто... Ой, я вспоминаю эти работы сейчас, смотрю. Это Дашина работа, Ленина, посмотрите. У меня прям такое тепло потело. Каждый раз эти работы вижу, и каждый раз мне от них хорошо. Мы будем рисовать очень разные объекты. Посмотрите на мышонку, на улитку, которая вылезает эту композицию, на те цветы и паутинки с той легкостью, свободой, с которой девочки начали создавать свои работы к концу курса. По-моему, это замечательно. Вот, посмотрите, это та самая курсовая работа. Мне, кстати, ее купили в прошлом году в ноябре. Она продана была, их было две композиции в круг, и их купили обе за 888 фунтов. Такая цифра 888, я запомнила. Вот, видите, насколько красивые, нежные цветы, и как уже здесь легко. Притом ко мне приходила вот здесь Анина работа сбоку. Те, кто девочки занимались когда-то ботанической живописи и хотели уйти в более свободную такую технику, в более какую-то раскрепощенную. Потому что мы себя сами загоняем реализмом в какие-то рамки, на самом деле, которые совершенно необязательны. Посмотрите. При том, что вот работа с референсами, и девчонки могли выбирать даже свои цветы и вводить их в в эту схему. Потому что я даю схему, даю приемы, по которым вы сможете просто создавать собственные работы. Итак, как будет проходить обучение? Формат обучения – это три недели. Три недели онлайн-уроков длительностью 40-30 минут. Они не длинные, ни по три часа, ни по два часа. Их удобно смотреть, их легко отсмотреть и потом сделать или поставить фоном. И, конечно же, я включила бонусный модуль для самых продвинутых художников. Будет творческие задания, несколько работ. Вот та самая сложная, курсовая работа. И плюс разборы, ваши разборы работ в прямых эфирах. Мы добавим и Zoom-встречу, где вы сможете напрямую пообщаться с друг с другом и задать мне ваши вопросы. И, конечно, увидеть работы других и увидеть очень подробный разбор всех работ студентов с вашего потока. Итак, что же войдет в программу курса? В первом модуле первой недели мы займемся тем, что организуем рабочее пространство, поговорим о материалах и начнем обращать внимание на цветовые сочетания. Как их выбирать, как создать свою неповторимую цветовую гармонию, поиграть с выкрасками, как подготовиться к работе, чтобы потом, когда перед вами лежит уже нарисованный красивый эскиз, напишите, если у вас бывает такая история, когда вот вы нарисовали эскиз, а вот что с цветом делать, я не знаю. У меня кисточка бегает по всей моей коробке и во все краски тыркается. И в итоге у меня очень грязная работа, немного и не всегда нужные цвета. И я не знаю, что делать, пока рисую, как с этим управляться, с этим своим волнением и как выбрать правильную цветовую палитру для работы. Это очень интересно. Кстати, вот одно из классных упражнений – это ограничивать себя несколькими цветами и писать работу в очень ограниченной цветовой палитре. мы поделаем с вами эти самые упражнения на цветовые выкраски и на примере других художников, на примере мировой живописи. Поговорим о том, какими принципами руководствуется художник для того, чтобы выбрать этот цвет. Согласитесь, художник без цвета – это не художник. И пока мы не научимся смешивать красивые зеленые или, например, деликатные розовые или какие-то нежные персиковые, при этом не терять прозрачность цвета, вот этот секрет я как раз вам и раскрою на курсе. Вы попробуйте те материалы. Может быть, вам захочется избавиться от каких-то нескольких цветов, которые вам не нужны в вашей палитре. Или мы поговорим о том, что можно добавить в палитру 24 цвета, чем ее можно разнообразить, чтобы были интересные сочетания в работе. Из каких-то пары-тройку цветов дополнительных в вашу коробку и ваша работа абсолютно изменятся. Второй модуль курса будет посвящен композиции в круг. Здесь будет 4 урока, где мы с вами от самой идеи пройдем по пути к выполнению главной работы. Ну, не курсовой пока, что просто мы порисуем соцветия агафантуса и вылетающего шмеля. Мы поговорим о динамике и о том, как пятнами задавать эту динамику. Это очень интересная работа и действительно мега-мега популярная среди всех моих учеников. Мы поговорим о приемах композиции, о том, как выстроить сам рисунок, круг, как сделать это максимально естественно и вообще вы уже сможете написать свою первую работу самостоятельно. Модуль третий самый интересный. Это та самая легендарная курсовая работа, где много цветов, где какие-то улитки, мышки и вообще вы сможете ввести туда просто все многообразие флоры и фауны, которые вам вообще взбредет. И я с удовольствием вас в этом поддержу и помогу. Если на разборе по эскизам вы поймете, что куда-то уплывать, я обязательно подам вам руку и мы вытянем эту работу вместе. Мы подберем какие-то, может быть, новые референсы для этой работы, спланируем сложную составную композицию, посочетаем планы, работу с перспективой, добавим зарисовки насекомых, грызунов и даже паутинку. А по окончании модуля у вас получится готовая курсовая работа. Вот такую работу с нуля написать и скажут, что это почти невозможно, нужна какая-то фантастическая бумага, какие-то мегапрофессиональные дорогие краски. На самом деле нет. Нам будет достаточно набора Невской палитры «Белые ночи» 24 цвета. Может быть, вы захотите купить пару цветов, которые я вам открою, секретные и любимые. И, конечно же, у всех получится прекрасная, прекрасная работа. Но главное, что я вас научу получать удовольствие от процесса живописи. Не стрессовать, не зная, что делать, куда бежать и куда тыркать кисточкой. А гулять кистью по листу, создавая вот эти легкие акварели. И еще у нас есть бонусный модуль. Бонусный модуль – это модуль прозолочения. Это пять уроков в записи, где я вам расскажу о материалах, которые вам понадобятся для того, чтобы выполнить работу с золотой поталию. В этой, кстати, работе будет очень много зеленого, потому что там будут все про листья. Пальмовые листья, ветка эккалипта. И, конечно, появится прозрачная нежная бабочка. Задание к уроку, которое вы будете выполнять после каждого видео. И в итоге у вас получится работа. Мы введем туда золотую, совершенно необыкновенную спираль. Может быть, что-то новое еще придумаем. Мне бы очень хотелось, чтобы группа набралась, набралась такая, знаете, ну на самом деле просто вот креативная. И тогда создастся у нас такая поддерживающая обстановка, в которой всем будет хорошо, комфортно и приятно творить. Я надеюсь, что, может быть, мы еще что-нибудь... Я всегда даю больше, чем обещаю. Говорю, будет 20 видео, будет 30 видео. Это за мной такой грешок есть. Но вы знаете, если вы со мной давно, то свои курсы я перенаполняю теорией и перенаполняю практикой. Посмотрите, что написали девчонки на моих курсах. Иринка написала. Даша посмотрела первые три урока. Спасибо, мне все понятно, доступно. Я тебя заслушалась. Это как медитация. Очень много почерпнула из прошлых курсов, но сейчас стало все складываться и пришла целостность. Многие моменты сидели у меня в голове, но я не понимала, как сложить все воедино. А ты так все просто очень объяснила. Надо все пробовать. Опять же, по принципу Даши, мы рискуем только кусочком бумаги. А с акварелью я совсем не дружила до первого курса с Дашей. Раньше немного рисовала, но только маслом. А сейчас могу и цвета смешивать, и заливки, и линии. Никакие ничего не делать, ничего не страшного. Много чего еще. Это очень вдохновляет. Все свои произведения складываются, периодически пересматривают. Это очень приятно. Складывать свои работы, а через год на них посмотреть. На самом деле вы увидите, как вы меняетесь. И хоть он и медленный, но результат-то есть. Так что на первом-то цветке никогда сдаваться нельзя. Так, секунду. Секунду. Сейчас, секунду. Итак, что же будет касательно тарифов? Тут вы меня спросите. Даша, расскажи самое интересное. Сколько стоит курс? Что входит в тарифы? Давайте сначала расскажем про тарифы, которые мы для вас придумали. Первый тариф – это самостоятельное обучение. Это три модуля без поддержки и обратной связи преподавателя. Вы просто заберете все уроки и будете их выполнять. И введение модуль по цвету и выкраскам по композиции в круг с агафантусом. И, конечно же, сложная курсовая работа «Цветочный роман». У вас будет доступ к курсу и участие в общем чате, общение с другими студентами. Мы сделаем еще также общий Zoom для того, чтобы все могли пообщаться. В другом тарифе, который будет с поддержкой, в отличие от тарифа самостоятельный, он будет немножко побольше и в нем больше будет включено. Он действительно будет очень насыщенный. Там будет четыре модуля – обучение с обратной связью плюс модуль золочения, то есть модуль проведения, работы с агафантусом и кругом, со шмелем, «Цветочный роман», курсовая работа и бонусный модуль про золочение «Листья», про которые я вам рассказывала, плюс довольно долгий доступ к курсу, проверка всех ваших работ. Это самое ценное. Самое ценное – это услышать и понять, где что-то пошло не так и как это можно исправить. Какие есть способы для того, чтобы вытянуть эти работы до хорошего, сильного уровня, за который никому не будет стыдно – ни вам, ни мне. Также у вас будет участие в общем чате с обучением с другими студентами и вместе со мной. Каждый курс я веду самостоятельно. Мое вовлечение в вашу работу будет стопроцентное. У нас будут вот эти Zoom-встречи с участниками, где вы сможете тоже задавать вопросы или спросить что-то или показать что-то. Ну и, соответственно, самое важное, как я сказала, это комментарии, обратная связь по каждой вашей работе. Плюс по окончании курса я дам вам прекрасный нереальный цветочный сертификат о прохождении этого курса. Итак, сколько же стоит обучение? Самое интересное, с этого момента, вот сейчас, ровно без пятнадцати, да, девять, мы открываем продажи этого курса. И если вы досидите чуть-чуть до конца, вы еще увидите, какой для вас я супер подарок приготовила. Итак, тариф самостоятельное обучение – 9900. Забирайте уроки, рисуйте, получайте общение в общем чате, смотрите на работы других, встречайтесь с нами в Zoom, в общем, кайфуйте, наслаждайтесь акварелью. Если вы хотите пройти этот путь вместе со мной и получить мою полную поддержку, полную вовлеченность в ваш результат, этот тариф стоит всего лишь 12 900. Вот такая цена на такую большую интересную программу, столько работ напишите, еще и попробуйте золочение. Еще и посидим с вами в Zoom, устроим большое открытие, большое закрытие и прекрасный сертификат по окончанию. По-моему, это просто прекрасное, прекрасное предложение. Итак, чтобы забронировать... Секунду, прыгай. Так, нет, привет. Итак, цена будет действительно в течение 48 часов, потом будет повышение, так что принимайте это решение, пишите мне в личку и мы обязательно решим. Если есть возможность забронировать место, конечно, есть. Вы выносите предоплату всего лишь 2000 рублей и оплатите тариф полностью или оформите доверительную рассрочку в нашей службе заботы. Мы обязательно с пониманием относимся ко всем, кто приходит к нам на обучение и поможем решить все вопросы по оплатам. Посмотрите еще раз на работы моих студентов, моя любимая Ирочка. Посмотрите, как здорово, из чего она пришла. Вообще у нее вот последний курс вообще, я считаю, она выстрелила танк, а ее мать, они, по-моему, снесли вообще всем в голову, как она их воздушно написала. Вау, я тоже хочу такую прозрачность. Тут же поняла, что это мое, это абсолютно то, что я ищу и о чем я так мечтаю. И как только ты открыла курс, я тут же приняла для себя решение присоединиться и попробовать. Ты же обещаешь раскрыть творца в каждом, вытянуть меня на новый уровень, а я туда так давно мечтаю попасть, научиться легкости и впустить воздух в работу. Если честно, то пришла я к тебе в сложный для себя жизненный момент и не ожидала, что так все перевернется и перезагрузится, поменяет меня саму. Я всегда обожала рисовать, я постоянно нахожусь в творчестве, преподаю живопись маленьким художникам. Ира Педагог, она действительно очень-очень талантливая. И как же важно найти своего учителя, который зажжет интерес, доступно объяснит и вызовет эмоции. До этого все было как-то сумбурно, непонятно, и поэтому я долгое время не могла полноценно рисовать. Единственное, о чем я жалею, это то, что не нашла тебя раньше. Вот такие нежные слова Ира написала мне в сообщении. Итак, вы можете оформить рассрочку, конечно же, на курс. Для этого вам надо связаться с нами, написав нам в службу заботы, написав нам сообщения в Инстаграме. Найдите там, где вы за нами следите, там и напишите. Мы обязательно вас найдем, не потеряем. Выберите тариф и напишите нам в службу заботы. Мы обязательно с каждой из вас свяжемся и найдем удобный способ для каждой из вас, для того, чтобы присоединиться к нашему курсу. И еще, почему-то у меня нет последнего слайда. Он не отразился. Он не отразился, но придется мне вам его просто рассказать. Сейчас я остановлю эфир. Эфир, нет, не эфир. Итак, про что я хочу вам сказать сегодня. Что раз уж вы досиделись до конца, дослушали меня и посмотрели разборы, у нас есть еще очень классный подарок. Для всех тех, кто в течение 48 часов решится присоединиться к курсу, мы даем в подарок целый нереальный, нереальный, нереальный курс, который называется «Мир цвета». Там я рассказываю про смешение красок и теорию цвета, цветовых сочетаний, как их делать, как их подбирать. И даю специальные упражнения на то, чтобы вы попробовали составить свою гармоничную выкраску цвета, по которым вам хватит на целый год работы этих выкрасок. У вас никогда больше не будет вопросов, что же делать с цветом, как рисовать, чего брать, а чего не брать. Напишите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы. Я обязательно на них отвечу. Мне очень интересно ваше мнение, ваши ощущения от этой акварельной работы, которую я вместе с вами написала. Я обязательно вам покажу окончательный вариант завтра в блоге. Как сказать, наберитесь терпения, завтра она появится. И, конечно же, я желаю вам всем продолжать рисовать акварелью. Как я говорю своим девчонкам, акварелить – это удовольствие несравнимое ни с чем, не требующих больших затрат, большого места, все, что вам нужно. Блокнот – хорошие акварельные бумаги, краски – хорошая творческая компания, как у нас в творческих чатах, как в наших телеграм-каналах. И поддержка преподавателя – тогда этот путь будет легким и приятным, без стресса и без негатива. А работа будет долго-долго вас потом еще радовать. Так, ну что, есть ли еще вопросы? Напишите мне, как все так затаились, смотрели и слушали. Напишите мне, есть ли еще вопросы. С удовольствием на них отвечу. Если вопросов нет, еще жду минуточку, вдруг вы печатаете. Я еще вам напомню о том, что курс стартует в понедельник. У вас есть пару дней, чтобы присоединиться. Больше такой возможности не будет. Этот курс больше проходить не будет. Так что решайтесь. Цветы и насекомые – это прекрасная натура, прекрасная тема, с которой замечательно начинать свой путь в акварели. Или продолжать свой путь в акварели. Если вы уже чему-то научились и хотите, и вам нравится моя техника, легкость пятна, воздух в моих работах, то это то, чему я учу на своих курсах. И я буду рада, если вы присоединитесь к моей, соответственно, группе, которое соберется уже в понедельник. Наше путешествие в мир акварели совместное начнется. Итак, я не вижу, есть ли вопросы. Может, я их просто не вижу. Может, кто-то хочет выйти, включить камеру и что-то задать, спросить меня. Скажите, пожалуйста, есть ли кто-то, кто захочет. Поднимите руку. Да, вот мы скинули вам в чат сайт ссылки на программу, где вы еще раз можете все прочитать и ознакомиться со всем подробно-приподробно. Этот же сайт мы скинем в чат, чтобы у вас была… Лариса, спасибо. Даш, спасибо за вдохновение. Я очень рада, если я смогла немножечко растормошить вашего внутреннего художника, дать ему идею, с чего начать, как подступиться, как не бояться этого белого листа. Вот в этом вся и идея. И для меня каждый курс – это небольшой творческий союз. Мы будем жить с вами, дышать одним воздухом на протяжении всего курса. Вы будете следить за тем, что делаю я, и идти со мной за руку к результату, к этой акварельных работ, которые вы напишете на курсе. Это очень-очень интересно. Каждый поток, мне кажется, боже, это было просто великолепно. Но как можно это побить? И каждый новый виток задает все больше и больше. Спасибо тебе огромное. Итак, если вопросов больше нет, то напишите, есть ли еще вопросы. Кто-нибудь сможет, не вижу, поднял руку и хочет что-то спросить. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Я для того, чтобы ответить, есть ли у вас уже материалы, кисти и краски. Готовы ли вы к тому, чтобы начать? Напишите мне, кстати, есть ли у вас все материалы. Может быть, вы уже давно рисуете. Может быть, вы уже не первый год с акварелью рядом. И все краски и любимые кисти у вас уже есть. Так, напишите, есть ли у вас все материалы. Готовы ли вы творить дальше. Всегда надо с предвкушением о новой работе думать. Всегда надо, чтобы немножечко покалывали эти внутренние бабочки вас изнутри и вам хотелось писать. Тогда работы будут просто настолько, настолько полны вами. И это очень важно, выразить себя на листе. Очень многое, кстати, можно сказать о человеке по его работе. Я очень много о вас узнаю в моменты проверок работ. Уже считываю ваши характеры. Потому что любой мазок, любое пятнышко к каждому кладется очень по-разному. Мы все, все, что мы творим и закладываем в работы, это все, что сейчас кипит внутри нас. Это очень интересная саморефлексия, живопись. И не зря ее называют терапией. Не зря каждый из нас в работах ищет вот это выражение успокоения, какого-то состояния дзена. И это очень-очень важно. Итак, если вопросов больше нету, только идут слова благодарности. И я вам тоже благодарна. Надеюсь, вам было полезно посмотреть на работы студентов, которые появились в результате этого маленького интенсива. Каждый из вас уже, кто взял в руки кисточку, сделал такой огромный-огромный шаг. Шаг к внутреннему художнику. И я очень-очень-очень за это вас благодарю, за ваше участие, за ваше вот это милосердие к друг другу и теплоту, которую вы создаете в чате. Это очень-очень важно и ценно. А в курсах это в десять раз сильнее, в десять раз теплее и еще более вовлеченно все происходит. Итак, я с вами прощаюсь. Мы ровно час просидели в эфире. Благодарю за ваше время и желаю вам прекрасного-прекрасного вечера. Не убирайте далеко ваши блокноты. Пусть они лежат недалеко. Вдруг вам захочется прессовать, а вдруг вы увидите цветок, улитку, бабочку, мышонка, лисенка или, как я сегодня с утра, олененка, которого срочно захочется впустить в акварель. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Приходите учиться, учитесь у людей, работы которых вам резонируют, которые стронки души ваших захватывают. И если вы находите такого педагога, то результат будет очень быстрым. И просто невероятное, невероятное удовольствие от работы. Спасибо, Дашули. Я, скорее всего, с тобой, Женя. Что значит, скорее всего, я тебя жду. Прекрасные работы. Конечно, продолжать учиться надо. Надо хотя бы развивать эту насмотренность и прислушиваться к себе. Если мне вот здесь что-то нравится, что меня зацепило? Была ли это композиция? Было ли это цветовое решение? Может быть, здесь заложен какой-то месседж, который я считываю. Вот это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, Лариса, тебе большое тоже. К сожалению, у меня нет сегодня возможности присидеть и каждый-каждый эскиз комментирует, потому что их просто масса. И смотреть на них можно бесконечно. Но я вам дам такой еще последний лайфхак. Если вы придете на курс, конечно, я вас этим лайфхаком буду учить и все время с ними делиться, показывать. И мы натренируем, прокачаем эту мышцу. Но, конечно же, в любой работе есть две очень важных составляющих, особенно в современном искусстве. Это композиция и этот цвет. Если научиться работать с цветом, а те, кто купит этот курс, они получат вот этот «Мир цвета» курс, где объяснено все очень подробно. Потом будет все настолько понятно и просто, ни разу у вас не возникнет вопроса, как же смешать эти красивые, интеллигентные или сложные цвета. И не будет рука тянуться в мальскую зеленую, потому что просто не знаю, как другое смешать, а вот она уже зеленая. Нет, как можно ее сделать богатой? Как можно ее сделать интеллигентной или даже трогательной? Это очень важно. Я надеюсь услышать от вас. Пишите мне в директ, пишите и контактируйте. Мы будем отвечать каждый-каждый из вас. И в понедельник я очень надеюсь на то, что у нас соберется очень теплая, нежная, трогательная и творческая компания, которая будет оказывать всю эту поддержку и за работами которой мы будем все вместе наблюдать и кайфовать. Спасибо вам огромное еще раз. Я завершаю наш эфир, сохраняю и, конечно же, увидимся с вами в чате. Будет еще всего много интересного, но это все будет уже на курсе. Благодарю вас за прекрасный вечер. Пока-пока. А-а-а. Спасибо. Продолжение следует...